Пока этот участок на улице Чайковского возле городской стоматологии сочинцы используют как парковку, а у епархии на эту землю другие планы. Слухи о строительстве храма по микрорайону распространились быстро. Мнения жителей разделились. Не все поддержали идею возведения храма. Раз вы общественная организация, религиозная, вы должны контакт какой-то иметь с людьми. И идти навстречу людям. Интересы людей в первую очередь, а не свои интересы. Я думаю, что администрация может где-то на каком-то этапе поучаствовать, скажем, с домкомами. Собрать домкомов, пожалуйста, мы соберем наш актив, побеседуют. Кто не знает, выразить свое мнение. Игорь Виноградский рассказывает, в советское время здесь было футбольное поле, которое и сегодня для большого микрорайона было бы как нельзя кстати. Не хватает на Чайковского и детской спортивной площадке. Не отказались бы жители и от сквера. Здесь уличные тренажеры, какие-то занятия на воздухе, рядом река. Это вообще, понимаете, самурайское место у нас здесь. Здесь, я считаю, для себя зеленая зона. Мы с радостью выйдем, поможем. И вообще у нас практикуются субботники. Архитектор Федора Фуксиниди показывает проект, который предлагает сочинская епархия. Он учтет пожелания всех жителей микрорайона. Храм, он обозначен цифрой 1, будет небольшой, на 200 прихожан. Рядом образовательный центр. Это цифра 2. 4 и 5 – это спортивная и детская площадки. Кроме храма у нас будет очень развитый образовательный центр, в котором будут работать различные кружки и спортивные секции. Для детей подросткового возраста также предусмотрена большая достаточно спортивная площадка, многофункциональная. Здесь учтены мнения жителей микрорайона. И у нас будут очень развитые площадки спортивные и помещения спортивные. Все это будет в открытом доступе и бесплатно. Все секции будут бесплатно вестись. Епархии уверяют, над проектом начали работать только после многочисленных обращений верующих, которые считают, что храм в микрорайоне просто необходим. Кто тянется к религии, он не считается ни с временем, ни с расстоянием. Здесь цель совершенно другая – вовлечь, отвлечь молодое поколение от тех негативных, пагубных воздействий, которые оказывает социум общества. Поэтому правильно и целесообразнее вместо всевозможных парковок, каких-то увеселительных заведений лучше, конечно, построить храм. Проект храма со всей инфраструктурой, который, кстати, будет построен исключительно за счет пожертвований, уже был представлен на публичное слушание. Мнения участников разделились. Было принято решение совместное о проведении дополнительного опроса жителей ТОС Гагаринский, так как присутствовало 200 человек, как я сказала, а жителей – более 30 тысяч человек. И необходимо более широко провести эту работу по выявлению предпочтений жителей микрорайона. Решать путем большого опроса, быть или не быть, проекту в Сочи будут впервые. В ближайшие три недели в мэрии разработают модель его проведения. А уже после сочинцы сами решат, что строить на месте пустыря. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Тубинин, телекомпания ФКТ.